Всем привет, с вами Назар. Продолжаем игру The Inzengard. В прошлой серии мы здесь воевали очень много. Также начали стягивать войска поближе к Inzengard. Пропускаем ход. Нужно нам вылечить всю нашу армию, ну как сказать, вылечить под словом вылечить, я имею в виду, что нужно восполнить потери наших войск. Для этого мы сначала, пусть будет себе, пусть себе будет. Отправили все эти войска сюда, а эти сюда, назад. Нужно переобучить 70 дональцев. Это войско пусть будет, скажем, где-то вот здесь. В принципе, достанут, но ничего страшного. Этих тоже заберем. Парни, идите сюда. Вот тоже сюда. А генерал пусть бежит на границу. И поставить нам вот где-то здесь. Ух ты. Что это у нас? Полстанцы. Отступим, конечно. Откуда они здесь взялись? Видимо, за горами не было видно их. Ничего. Посмотрим, кто у них. Два отряда лучники, остальные ополчения и сакирщики. В принципе, не страшно. Начнем переобучение. Сначала этих парней, лучников. Нанимать пока нечего. Через два хода у нас появятся новые типы войск. Так, мы на стиле Адураса. Это столица Рохана. Вы здесь можете поставить на паузу, прочитать. Вот. Городе. Честно говоря, не очень, не всегда этот город напоминал столицу. Больше похоже на какой-то обычный городок с деревянными постройками. В учебниках с историей именно Киевской Русь. Их города Киевской Руси вот такими изображали. Откроем. Вот он. Одна раз. Павел лазучика куда-то сюда, в этот лес, дабы видеть. Наших врагов получше. Так, в береге построился амбар. Мастерскую Кожевника построим. Надо улучшить. Немного броню. Производимых здесь войск. Пропускаем следующий ход. Рохан куда-то убрал свою армию. Рохан куда-то убрал свою армию. Рядим маловато. Видим, заныкался в засаде. Нападать сюда я не буду. У них два отряда по 150 человек. У лучников это, как мне кажется, слишком много. Без кавалерии я не смогу их разбить. Более генерала. Три звездочки. Далее. Немного. Еще нельзя. Немного. Продолжается при обучении, нанимать ниччем нельзя, хорошие войска. Так, шпиона поближе. Хорошо бы эту армию разбить в поле, здесь осталось два отряда. Так, пропускаем ход. Сразу возьмём, пробежимся по слам, чтоб потом не забыть. Повозочка поближе. Давай, стой в лесу. Поближе подтягиваем войска. Ну и сюда. Так, Лизенгарди завершила строительство плаца. Это значит, что мы можем нанять хорошие войска. Берсеркеру с очень хорошим атакой, плюс 15. Также возьмём охотников за головами. Затем наймём рубак и переобучим 130 сноголучников. Строительство, наверное, дороги. А то столица, но дорог нет. Как-то нехорошо получается. Также у Бореги разрешилось строительство. Поставим харчевню. Можно будет нанять лазутчика. Уже 4 звёздочки, вроде бы было 3. Или я плохо увидел в прошлый раз. Не знаю. У нас только 2 генерала. Наймём ещё снага застрелщиков. Думаю, лишним они не будут. Также подбежим. Всем генералам построим башню. Теперь куда-то сюда. Сюда на границу с Роханом. Пропускаем ход очередной. Рохан тоже построил башню. Да. Мы его поставили захвату. Здесь замка. Рохан его захватил. С местными эльфами ухудшились отношения. Сейчас посмотрим. Деревня Рохана. Вот. Фангорн. Скрыта как-то в лесах. Даже лазочку. Сложно её увидеть. Подтягиваем помаленьку. По чуть-чуть войска. Так. У нас здесь можно строить, нанимать уже хорошие отряды. Сначала переобучим. Беррик. Наимен за стрелочком, чтобы он не пустовал. Беги сюда. Так. Снаём у нас что? Пока что. Всё. Потихоньку. Так. Попробуем построить клетки Варгов. Так. Попробуем построить клетки Варгов. Наверное это подготовительное какое-то здание для возможности нанимать в будущем Варгов наездовых наездовых на Варгах. Посмотрим. Так. Мы настигли водопадов Рауруса. Это две огромные статуи, которые обозначают северную границу Гондора. Герои фильма плывут. Ждём, ждём пока армия нормальная не будет. Заданий пока нет. Заканчиваем ход следующий. Новое задание. Установить дипломатические отношения с Мордором. Как раз дипломат туда и боку передвигается. А мы возьмём всю свою армию. И уже будем подходить поближе. Так. Этих ещё возьмём. Донландцев. Этих два отряда оставим. в качестве гарнизона. В качестве гарнизона. Переобочим. Для лучшей брони. здесь наймём. Алуоресов. Эти стоят. Пусть иди стоят. с генералом побежи границы. Так. Вроде бы. В поблизости. Никого нет. нет. Попробуем отобрать этот городок. Ну как-то мне стрёмно оставлять этот город неприкрытым. И давайте отправим сюда войско ещё. В принципе генерала тоже возьмём. С севера, но не думаю, что станции нападут на наш город. Вот здесь прокрыть ТЛ нужно. Завершаем ход. Собирали уже огромную армию. Сейчас, кстати, попробуем ещё раз. О, давайте почитаем. В башне форт Ханк. Снижение. Оно даёт снижение стоимости войск при обучении на 20% процентов. Улучшение порядка на 10%. Также даёт железные ворота. Здесь обучается стража Ордханка. На паузу можете поставить, прочитать я не буду описание. Так, прочитали. Стражи Ордханка. Нам ещё четыре хода. Это, не вижу так, это люди, дунданцы. Ордханка. Украду строительства. Толсирить дороги. Хорошо. Улучшим, пожалуй, поля. Нанимать здесь некого. в береге Ордханка. В береге, орочи, хорчевня. Немен лозучика. Будем бегать им. Северным землям. Посмотрим, что там интересного. сюда сюда ближе давай в ингарде некого нанимать так посмотрим мазутчиком что тут у нас поблизости ничего интересного отправим в деревню нашу главную армию вот и мордор следующий ход попробуем заключить союз болота знаю вам наверное тоже слышно жабы квакают поближе к границе поставим башню вернемся назад доме арт нанялись и перемучились новые войска пока что нет новых для найма пропускаем ход интересно куда грохан забрал свои войска свою главную армию строительство завершилось грунтовые дороги в ингарде неплохая сеть дорог но по сути только вот это принесет прибыль видим у нас уже денег не хватает кузница позволяет строить переобучать войска точнее переоборудовать или перевооружать их на более лучшие прибыли так подождем на лучшие прибыли для постройки баллист требуется культуры 25 900 процентов прислужники мелькора а у нас 85 процентов постройки построим наверное баллисты чтобы было проще брать замки хорошо бы вот сюда напасть сейчас только один отряд ну раз мы уж уже здесь нападем на эту крепость так парни подстрели сюда ну-ка посмотрим что у нас здесь вот вот здесь армия давайте сюда оставим озвучка вот тут чтобы присматривать за этой армией также попробуем заключить союз с мордором торговый договор сначала принимают заключить союз с согласны поменяемся картами нет так не пойдет в общем завершили задание получили 500 золот отлично союз и отношения превосходные отправим посла подальше в земле рун вот здесь такой такая нация в золотых доспехах если помните по фильму так эзенгарде еще не хватает денег ну буквально 45 золотых чего подождем имен еще лучников нет лучше мне нанимать лучше поставить стрельбище уже рук х лучников будем нанимать на нем удобно все или или не будем нет не будем у нас прибыль маленькая нужно расширять расширяться сейчас и сделаем думаю рассчитаем автоматически итоги боя здесь 500 человек только безоговорочная победа за имен поселение маленькое только дозорный пост стоит ничего здесь хорошего нет поставим на развитие поселения нанимать тоже не будем построим охотничьих хибаров войска возьмем полностью и отправим сюда здесь вроде бы были две армии попробуем их перехватить здесь тоже роханы земли здесь тоже роханы земли раньше вроде бы были не знаю чьи они были возможно и возможно орков не знаю говорить не буду но думаю на этом завершение нет еще сделаем один ход пропустим вот чего я боялся марохан напал на наш замок там в принципе есть неплохое войско думаю отобьемся ну и задание отправить в фарнгорн четыре отряда отправим этот застрельщик этот и 150 лучников награды должны дать нам войска но это уже на следующий ход так отправимся в эту сторону так как тут войско рохана что у нас тут один отряд что-то странное не делает ну пробуем напасть победа заработали еще и денег немножко строительство все не хватает нам денег так нужно ждать толсири хибара охотничья завершилась постройка построим амбар для торговли можно можно было еще где-то вот тут построить башню в принципе нормально и так в принципе и так войско бежит назад тут идет строительство на мать пока новых отрядов не будем нужно штормовать этот город замок точнее это будет уже в следующей серии на этом буду завершать будем завершать наши приключения всем пока